Гоголь Николай Васильевич в свое время очень гениально подметил, что Петербург состоит из кварталов, это его клетка, а клетка Москвы – дом. И в этом очень большая разница, она как бы изначально вот из этого исходит, из клеточного строения Москвы. Действительно Москва всегда была такая более что ли дробная субстанция, которую труднее было собрать в ансамбле, она как-то собиралась сама. И поэтому Москва, в общем, она более разнообразная и разносторонняя, в ней не направленные подходы ко всем ансамбленным построениям, она внезапна, потому что она на холмах. Город Ильевный, в отличие от Парижа, Петербурга, Вены, город очень открывающий вне планировочные перспективы, неожиданно, внезапно. От реки можно что-то увидеть, такое, чего не увидишь, проходя по улицам. Можно, значит, в дальние точки увидеть совершенно неожиданных мест, которые для этого не предназначены. Москва этим хороша, что она всегда неожиданна и, в общем, разнообразна. Сами же, в общем, сами же клетки имеют определенный размер, советская власть, в общем-то, на этот размер наплевала и стала его укрупнять, серьезно так. В два-три раза, собственно, даже раньше это началось доходными домами, укреплялись тоже клетки. Капитализм, когда попер тогда, еще там, в начале 20 века, в конце 19-го, он тоже занимался укрупнением, как бы, малым пределам московской клетки, и нужно делать что-то более крупное. И тогда народ очень возмущался, что что-то такое, строит страховое общество России, там, выше церквей, окружающих. Это тоже было Бенцем, и тоже в журнале Нивого шла полемика профессоров МГУ, которые клеймили и ругались. То же самое, в общем-то, и сейчас, ничего особенного нового не происходит, качественно, просто объемы больше. И Москва, я думаю, что она, в общем-то, выдержит, благодаря тому, что ее структура приспособлена тоже многообразной, она выдержит вот эти вот тканевые нарушения. Единственное, что нельзя путать, как бы, тканевое строительство, которое, в общем, является более-менее рядовым и решает местные задачи, с уникальными какими-то ансамблевыми построениями, которые происходят на площадях, там, на каких-то видных местах, планировочных фокусах и так далее. Вот этого делать нельзя. Это, да, это очень важно. И каждый раз, когда берешь какой-нибудь объект в Москве, нужно себе давать отчет. Я делаю рядовое, это не значит, что оно незначительное, оно может очень сильно влиять, как, скажем, влияет там метро Ладовского на все окружение, даже видно с этой самой, с Каланчевской площадью. Или я делаю уникальное, которое там завязывает какое-то пространственное окружение, и его нужно очень сложно и структурно разыграть. Вот это вопрос себе нужно давать, и на него честно ответить, да или нет, дать себе отчет, чего ты делаешь, а не просто обязательно, просто увековечить себя на данном месте. Что говорите? Очень полезно пройти, скажем, по, ну, хотя бы двум фрагментам московским Остоженко или Сретенские переулки, да, пройтись и посмотреть, какие объекты, на что претендовали, как их авторы вообще это себе представляли, удалось или не удалось, потому что там очень хорошо читается, когда люди, значит, делали средовой объект, который растворяется, в общем, и уместен, либо когда люди пытались сделать что-то значительное там, где оснований для этой значительности нет. Походите, погуляйте, посмотрите, и вы поймете, что, в общем, главное это ваше, как бы, личное отношение, прошедшее через какое-то сито, сито таких вопросов к самому себе и, в общем, решение всегда за вами.